Добрый день! Сегодня я хочу вам рассказать о посадке и уходе за декоративным растением под названием хоста. Немножечко вам хочу рассказать о происхождении этого растения. Родиной растения является Япония. В Россию эта цветочная культура завезена была из Европы. Растение очень тенелюбивое. Достоинством этого растения являются листья разных расцветок. Итак, сейчас мы посадим наш кустик. Я вам расскажу, на какой глубине и как нужно его правильно посадить. Земля должна быть рыхлой, неплотной. Корни, вы видите, какие они, не очень длинные. Вот так мы ссадим. Так. Немножко придавливаем. Чтобы листья у нас были на поверхности почвы. Не сильно мы придавливаем. Вот так. И поливаем водой. Это одно из разновидностей хосты. Вот еще есть у меня один сорт. Это более крупный. Цветки очень красивые, высокие, белые. Вот у меня их два куста. Этот сорт более карликовый. И вот еще один у меня есть сорт. Карликовое это растение. Цветы не крупные, более мелковатые. С сиренево или розового оттенка. Очень красивое растение. Кстати, вот этот сорт растения. Сорт холста golden meadows. Самый красивый считается сорт амун. В весенний период просыпается рано. Листья растения не атакуют слизняки. Листья гофрированные. Цветет в июле. Фактически все сорта хосты цветут в июле. Растения неприхотливые. В жаркое время, если на листьях хост попадают солнечные лучи, могут вызвать ожоги, очень большие ожоги. Поэтому растение тенелюбивое. Нужно его садить более под теневые места, под деревья. Очень красивые кусты. Мне очень нравятся. Зимуют они хорошо. Особо они неприхотливые. Очень красивые. Хорошо сочетаются с папоротниками. Очень красиво. Здесь у меня растет садовая белая ромашка. А это традисканция. Продолжение следует. Продолжение следует...